Условия, в которые симбирскую кругосветку поставили погодные неурядицы и антиковидные ограничения этой зимы, трудно назвать простыми. Однако мы используем каждый удобный момент, чтобы отснять для вас новую передачу об истории, природе, обычаях и туристическом потенциале Ульяновской области. В свое девятое путешествие мы отправились в Теренгульский район, сделав упор на этот раз не на природные красоты, а на чрезвычайно интересные памятники архитектуры. Забегая вперед, скажем, впечатление в этот раз получилось неоднозначным. В Теренге в здании администрации района нас ждал круглый стол с местными краеведами и сотрудниками администрации, которые рассказали нам, какими интересными объектами располагает их район. У нас уже существует свой так называемый туристический маршрут, который затрагивает наши объекты исторического значения и просто те достопримечательности, которые есть. Туристический маршрут по Теренгульскому району включает в себя посещение бездонного родника, усадьбу Перси Френч, усадьбу Афанасьева, скрипенские кучуры, старинные заброшенные церкви, краеведческие музеи, заказник и другие объекты и локусы. Впровожатые мы получили Александра Суркова, методиста местной администрации по развитию туризма. Первым объектом нашего посещения стал дом-замок, построенный еще князьями-голицынами во второй половине 18 века, впоследствии купленный тайным советником российского императора Скребицким. Последней его владельцей стала Екатерина Перси Френч, довольно известная и богатая женщина своего времени. Последняя в роду дворян Киндяковых. История действительно много с ним связана. Одно из таких ярких и самых запоминающихся – это связано со Скребицким, тайным советником его императорского величества, собственно говоря, больше с его сыном, который по преданию здесь, так сказать, мучил людей, мучил своих крестьян. С какой целью пока неизвестно, доподлинно. Ну, тем не менее, вот такие вот легенды есть. И привидение одной из девушек, которую он замучил, которая даже замуж не успела выйти, бродит по Теренге и бродит по этому зданию. До 2003 года в здании находилась школа. То есть за сохранностью здания было кому следить. Однако с тех пор, как оно ушло из ведения регионального Минобра, памятник архитектуры 18-19 веков стал разрушаться. Сводчатые потолки с обсыпавшейся штукатуркой, исписанные местными граферами стены, выбитые окна, стертая лестница – все это простоит еще несколько лет, а потом, скорее всего, останется только на фотографиях. Говорят, что в этом подземелье барин замучил сотни людей, и они вмурованы где-то в стены этого подземелья. Сейчас оно завалено, но черные копатели пытаются его раскопать. Нами намеренно не употребляется слово «подвал», так как местные жители уверены, под барским домом находится целая сеть подземных коммуникаций, которые расходятся на территорию всей Теренге. Кстати, уже в конце 19 века Екатерина Перси-Френч, по рассказам старожилов, нашла все эти ходы и неожиданно появлялась в разных местах поселка, отчего многие считали ее ведьмой. Тем не менее, доподлинно об этом теренгульском обращике метро ничего не известно. Хотя здание и находится под государственной охраной, его состояние однозначно говорит о том, что через несколько лет его не станет. Современные бизнесмены от туризма привыкли вкладываться в объекты наследия только при условии, что их инвестиции заранее будут отбиты средствами различных грантов, зарабатывают на том, что есть, рассказывают о нерадивости всех уровней власти и понемногу зашибают деньгу на неблагоустроенных исторических объектах и тяге людей ко всему загадочному. Фальсифицируют историю и выдумывают легенды, которые стимулируют кладоискателей и прочих на дальнейшее разрушение истории. Местной администрации восстановить усадьбу Персифренч не под силу. Таких денег у района просто нет. Однако здесь есть несколько музеев, которые нас пригласили посетить. Музей, к сожалению, у нас небольшой, но, тем не менее, в этом году ему исполняется 25 лет. Мы здесь постарались условно обозначить зонами, то есть Афганистан, у нас здесь представлен, Великая Отечественная война. Здесь у нас крестьянский быт. Затем здесь вот эпоха комсомола. Кладки такие интересные. Ну, когда приходят детки, особенно им нравится, это наша, конечно, зона, где у нас крестьянский быт расположен. Ситуация с музеями в районе неоднозначная. В районном реестре негосударственных музеев зарегистрированы Серенгульский районный краеведческий музей и историко-краеведческий музей села Подкуровка. Посетили районный музей. В 2019 году 1200 человек. В 2018 году на базе Подкуровского СДК создан историко-краеведческий музей. Разработана концепция развития краеведческого музея. В 2019 году музей стал победителем среди лучших музеев сельской местности. Однако в 2021 году Подкуровский музей не может продолжать свою деятельность. Вот что об этом рассказывает его создатель Галина Маврина. Дело в том, что, к сожалению, помещение не наше. У нас до 2020 года полномочия по культуре были отнесены к району. А с января 2021 года полномочия по культуре перешли в наше Подкуровское поселение. И вот совместно они с Советом депутатов, они решили, что музей нам не нужен, они не дают развиваться, они не дают работать, они не дают аренду. Мы сначала просили аренду безвозмездную, потом уже район был готов платить уже аренду. Потом они уже сослались на то, что аварийные здания у нас. Но, к сожалению, аварийное оно, наверное, только для меня, потому что на втором этаже у нас сидит и частный коллекционер, который у нас нигде не работает, нигде не участвует. Действительно, на базе Подкуровского сельского дома культуры оформлена выставочная экспозиция частного коллекционера Железнякова, оформленного в 2019 году сотрудником музея на 0,25 ставки. Именно его коллекция теперь занимает помещение музея. Экспонаты Подкуровского-Краеведческого свалены в кучу в маленьком помещении СДК на первом этаже. Посетителям просто негде разместиться, как, впрочем, и экспонатам. Галине Мавриной предложили другое помещение, однако тут вмешались политические силы и интересы. Наш руководство, оно не сидело зря, оно у нас искало помещение. Мы хотели переехать в помещение, уже поехали, посмотрели, в усадьбу Афанасьевых. Там замечательно хорошее помещение, и руководство само было только за, потому что это к месту было бы и там, и музей, и все. Но, к сожалению, у них через прокуратуру вышло какое-то указание, что сначала нужно сделать ремонт, сначала нужно сделать все там, благоустроить, а потом уже только уже можно будет заезжать сюда с музеем. И получается, что мы опять остались без помещения. По словам заинтересованных лиц, к этому запрещению приложил руку депутат Государственной Думы Алексей Куринный. Народному избраннику не понравилось, что Галина Маврина после некоторых событий больше не поддерживает КПРФ. Кстати, усадьба Афанасьевых подлежит государственной охране как объект культурного наследия. Согласно охранному обязательству номер П-1044, она называется «Усадьба загородная помещичья». Дом усадебный середины 19 века. Приехав в Сугареевку на территорию усадьбы, мы попасть не смогли. Ворота закрыты и будут закрыты впредь. Надеемся, что национальный проект «Туризм» поможет возродить былое величие зданий и откроет их двери туристам. Местечковые выяснения отношений могут пагубно сказаться на туристических потоках в Теренгульском районе. Специально для вас мы сняли эту территорию с квадрокоптера. Однако прикоснуться к истории нам в этот раз не удалось. Одна и та же государственная охрана объектов культурного наследия работает совершенно по-разному. Усадьба Перси-Френч открыта для вандалов, а усадьба загородная помещичья закрыта даже для музея. Погода очень часто менялась. По дороге мы снаружи осмотрели храм живоначальной Троицы, построенный в конце 19-го, в начале 20-го веков. Это один из немногих храмов, который восстановлен в нашем регионе после поругания большевиками. Конечно, прежних куполов церковь не имеет, однако она отремонтирована и работает. В противоположность ей храм Николая Чудотворца в селе Суровка пока еще виден издалека, но уже около ста лет в запустении. Метели и сугробы не дали нам подойти к нему, однако наш квадрокоптер смог преодолеть полкилометра и снять храм, построенный в начале 19-го века. Району бы не мешало потратиться хотя бы на мемориальные таблички и указатели с краткими описаниями объектов и зданий. Например, в Гражданскую войну в Барском доме располагался штаб генерал-лейтенанта Капеля. После 1928 года в здании размещался Теренгульский райисполком, затем школа крестьянской молодежи с 30-х годов, начальная школа, интернат для иногородних учащихся, затем общеобразовательная школа. Это все история, которая понемногу уходит в небытие. Мы не смогли проехать к бездонному колодцу, однако нам удалось найти кадры, снятые ранее. Мы сочли уместным включить эти кадры в передачу, тем более что об этом месте нам тоже много рассказывали местные жители. Как-то в свое время, когда Стеньк Разин здесь был, буйствовал по Волге, часть тех, когда его разогнали, как говорится, его войско разогнали, часть этих разбойников основалась здесь у нас, недалеко от современного Фетикина, собственно говоря, в лесу. Ну что первым делом на селе строят? Получается, как? Точнее, они пошли за водой или просто куда-то шли, и по дороге они увидели лик святого Ивана Притеча. Поняли, что это божественный знак, надо именно здесь останавливаться, остановились. Что первым на селе строят? Церковь. Построили церковь в его имени. Но в один прекрасный день раздался жуткий треск, когда была служба в этом деревянном храме. Все прихожане вышли, а батюшка, который служил, остался служить, и церковь ушла под землю вместе с батюшкой. Потом, спустя некоторое время, забил струя холодной ледяной воды, где-то высотой, наверное, 3-4 метра. Когда она успокоилась, люди приняли за божественный знак и сделали там вот такой небольшой, можно сказать, колодец, облагоустроили это место. Но, тем не менее, жить они на этом месте не стали, они ушли чуть подальше. Есть в Теренгульском районе и другие природные культурные объекты. Здесь проходят различные фестивали, конкурсы и форумы. Однако здесь, как и почти везде в области, не дотягивает до нужного уровня туристическая инфраструктура. Отели, кафе, места отдыха и придорожный сервис. Хочется надеяться, что муниципалитеты примут активное участие в реализации нацпроекта и смогут создать условия для приема большого туристического потока на своей территории. В качестве паскриптума в нашей передаче мы хотели бы вам показать скрипенские кучуры. Уникальное место, рассказ о котором достоин целой передачи. На этом мы заканчиваем девятый выпуск Симбирской кругосветки. Мы не прекращаем нашу работу. Весна и последующее лето откроют пути на поляны диких пионов, на рыболовные и ягодные места, в леса и луга региона. Мы расскажем об истории и обычаях народов, исконно заселявших Ульяновскую область. Познакомим вас с самыми интересными фестивалями и народными праздниками. Следите за выходом наших передач. Обещаем, будет интересно! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...